Всем привет, друзья! Уже вовсю идет октябрь, а это значит самое время рассказать, чем же отличился первый месяц осени в промышленности. Не забывайте поставить лайки, обязательно подписаться на канал, если до сих пор этого не сделали. Это канал МашНьюз, Андрей. Погнали! И начнем мы, конечно, с отечественных новостей. С 21 по 24 сентября прошла 16-я международная выставка-конференция НЕВА-2021. НЕВА – это гражданская судостроительная выставка. Она входит в пятерку крупнейших мировых выставок этой отрасли. Наша команда выпустила серию сюжетов, посвященных НЕВЕ-2021. Обязательно посмотрите. Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» прибыла на Северную верфь в Санкт-Петербурге. К 2023 году подводная лодка К-3 станет ключевым экспонатом проектируемого Музея военно-морской славы в Кронштадте. «Ленинский комсомол» первая советская и третья в мире атомная подводная лодка была спущена на воду 9 августа 1957 года. И следующая отечественная новость. Строительство газопровода «Северный поток-2» было полностью закончено 10 сентября. Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев заявил, что концерн работает над разработкой нового оружия, в котором будет использована нейросеть. Элементы искусственного интеллекта позволят полностью автоматизировать процессы идентификации, прицеливания и сопровождения цели, вплоть до выполнения выстрела. Друзья, ну это просто чит-код какой-то. По словам конструктора, от стрелка понадобится лишь нажать на спусковой крючок. А понадобится ли стрелок вообще? Ведь это может делать робот, дрон, космос какой-то. И от отечественных новостей перейдем немножко покрупнее. Российско-европейская миссия ExoMars стартует через год. Сейчас начинается решающая фаза испытаний марсохода, который отправится на Красную планету в рамках миссии. Специалисты еще раз протестируют аппараты для поиска следов жизни и парашюты. Автоматический ровер запустят на Марс с помощью российской ракеты-носителя Proton-M. Британский стартап Urban Airport планирует создать до 65 электрических городских воздушных портов по всему миру. В компании заявляют, что аэропорты подходят для посадки аэротакси и БПЛА любого типа. Первый полностью действующий городской воздушный порт под названием Air One откроется в Кавендри, Великобритания, уже в 2022 году. Команда из университетов США разработала на 3D-принтере пластырь для вакцинации. Он представляет собой безболезненную альтернативу прививке. Пластырь состоит из напечатанных микроигл, выстроенных рядами. Исследователи утверждают, что их изобретение в десятки раз эффективнее увеличивает иммунитет по сравнению с традиционным способом вакцинации. Интересно разобраться, за счет чего? Как вы думаете? Пишите в комментариях. Другая американская команда исследователей предложила использовать искусственно созданные облака для борьбы с изменением климата. Проект получил название «Осветление морских облаков». Ученые предлагают делать облака ярче, что позволит отразить часть поступающего солнечного света обратно в космос. Это, в свою очередь, компенсирует антропогенное глобальное потепление. Друзья, вот такое начало осени. Обязательно пишите в комментариях, как вам такие новости, чего не хватает, что понравилось. Обязательно ставьте лайки, ну и подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали. А я с вами прощаюсь. Это канал МашНьюз. Андрей, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!